Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я постараюсь быть очень динамичным, потому что надо уже немножко нам спасать время. Мой доклад будет посвящен возможностям высокодозной брахиотерапии. Надо сказать, что я сделаю акцент на нашем личном опыте, потому что в Российской Федерации, к сожалению, не очень многие центры выполняют этот вид, чрезвычайно привлекательный вид терапии больных раком пристательной железы. Я не имею финансовой заинтересованности. Если говорить о высокодозной брахиотерапии, но хотелось бы несколько особенностей таких, несколько её существенных отличий от низкодозной брахиотерапии всё-таки напомнить, потому что они очень важны с клинической точки зрения. В первую очередь у нас нет лимита по объёму пристательной железы. Это очень важно. Кроме всего прочего, при высокодозной брахиотерапии у нас нет лимита по объёму тех тканей, на которые мы можем оказывать лучевое воздействие. В частности, семенные пузырьки и околопростатическая клетчатка – это тоже может быть нашей мишенью. Ну и, наконец, конечно, это очень деликатный вид лечения. Он недолгий по продолжительности. После него не остаются источники излучения в теле пациента. И поскольку это кратковременное воздействие лучевое, то нежелательный эффект, если они возникают, то они, как правило, менее длительны во времени. Но самым главным достоинством, конечно, высокодозной брахиотерапии является её беспрецедентная точность. Если говорить о точности, то мы некоторое время назад сделали такое исследование, которое опубликовано было в вопросах онкологии. Мы взяли дозиметрические планы 70 больных и посмотрели. Дело в том, что высокодозная брахиотерапия выполняется таким образом, что мы дважды осуществляем планирование. Перед тем, как ввести иглы. И после того, как мы ввели, мы уже смотрим реальную топографию и игл, и предстательной железы, и критических органов. Для того, чтобы спланировать всё-таки лечение уже по окончательной топографии более точно. Мы сравнили планы, которые мы получали без коррекции и после коррекции. Ещё основная задача была понять, просто нужно ли делать эту коррекцию, потому что она занимает, конечно, определённое время, силы и так далее. Когда мы сравнили эти планы, то мы убедились в том, что неоткорректированные планы, они в очень большом проценте случаев всё-таки недооблучают часть ткани предстательной железы. Поэтому коррекция, конечно, для того, чтобы тщательно, точно, в нужном объёме покрыть предстательную железу, она абсолютно необходима. Но кроме всего прочего, мы обнаружили, что если мы не корректируем, не вносим эту коррекцию после введения источников излучения, или лучше сказать игл-интрастатов, потому что там ещё при высокодозной брахиотерапии на этот момент нет источника излучения, то откорректированные планы, они позволяют гораздо более бережно относиться к нормальным тканям, в первую очередь к уретре, ну и, конечно, к сосудистонервному пучку. Поэтому мы пришли к выводу о том, что, конечно, откорректированные планы и брахиотерапии, где осуществляется коррекция распределения дозы уже после введения источников излучения, это очень важно. Поскольку, в общем, план без коррекции своеобразным был аналогом низкодозной брахиотерапии, откорректированной высокодозной брахиотерапии, мы просто посмотрели литературу и посмотрели, есть ли что-то подобное, поскольку у нас, в общем, всё было сделано на больных, которые получали высокодозную брахиотерапию, нашли любопытную работу Ванга, которая тоже показала, что всё-таки, конечно, очень важно окончательный план лучевой терапии, даже при выполнении брахиотерапии, осуществлять тогда, когда у вас уже все интрастаты введены, всё сделано, стабильная есть топография источников, стабильная форма предстательной железы, и тогда вы можете более точно подводить дозу облучения и, естественно, снижать количество осложнений и увеличивать эффективность лечения. Вообще, в принципе, вот эта точность высокая, она делает высокодозную брахиотерапию чрезвычайно привлекательным методом для парциального лечения. Скажу сразу же, мы её не используем в этом контексте, потому что очень сдержанно относимся к парциальным видам лечения. Но почему, я немножко поясню чуть позже. Но в целом, конечно, такая возможность есть. И есть центры, и есть группы, которые делают высокодозную брахиотерапию для парциальной терапии. В настоящем смысле этого слова есть центры, которые используют её для облучения половины предстательной железы. Считаю, что это метод лечения более надёжный и позволяющий снизить количество осложнений. С нашей точки зрения, вы видите, конечно, когда мы говорим об осложнениях, мы, безусловно, говорим в первую очередь о сосудистой нервном пучке и об уретре, потому что при брахиотерапии качественно выполненные осложнения со стороны прямой кишки – это, в общем, достаточно казуистическое явление. Если это не в плане сочетанной терапии, она используется. И поэтому мы отдали предпочтение методу, который разрабатывался несколькими группами параллельно. Это метод осуществления псокодозной брахиотерапии с созданием туннеля для уретры. Вы видите, доза на уретру при этом очень серьёзно снижается и одновременно, конечно, всегда бережём сосудистые нервные пучки, если у нас есть такая возможность. Но хотя бы один из них обязательно. Если говорить о том, почему мы не любим парциальное облучение, почему не проводим фокальное лечение, но в первую очередь, об этом уже говорили исследования неоднократно, здесь мы… это статья, в которой мы как раз обсуждаем эти вопросы очень подробно, но нет возможности и нет времени сейчас их обсуждать в контексте этого доклада, просто тогда я очень сильно задержусь. В первую очередь, это связано с тем, что, с одной стороны, фокальные поражения – не такое частое явление, и, с другой стороны, мы никогда не знаем, какой очаг на самом деле доминантный, потому что размер, судя по всему, не может являться истинным критерием доминантности или недоминантности. С другой стороны, вот это исследование нам дало очень много с точки зрения облучения с созданием туннеля для уретры, потому что абсолютно неожиданно для себя мы обнаружили, что инвазия периорутральной зоны – это нередкое явление, хотя классически вроде бы этого быть не должно. Поэтому в настоящее время мы обязательно, как уже говорил сегодня Роман Владимирович, мы при первом сеансе брахиотерапии, а их обычно два, и в некоторых случаях три, мы обязательно делаем биопсию про уретральной области, для того, чтобы понять, можем мы сделать туннель или нет. Наш собственный опыт, в общем, уже достаточно приличный. По времени, правда, он всё-таки ещё недостаточно долгий, но тем не менее мы уже пролечили из группы промежуточного и низкого риска порядка 150 человек и примерно 100 человек из группы высокого риска. Там, правда, мы используем высокодозную бракетерапию в контексте сочетанной лучевой терапии. Критерии вот этого режима фракционирования, который мы используем, очень любопытный и привлекательный, конечно, режим 1 фракции 19 грей, но мы всё-таки к нему очень осторожно относимся, потому что в литературе имеется сообщение, что он с точки зрения осложнений со стороны уретра всё-таки более агрессивный. Ну, у пациентов промежуточного риска, которые доминировали в нашей группе, мы, конечно, используем либо 2, либо 3 фракции в обязательном порядке. Критерии интерпретации, они классические. И с точки зрения эффективности лечения, с точки зрения эффективности контроля над основным заболеванием, с точки зрения осложнений. Медианное время наблюдения у нас, к сожалению, всего 17 месяцев, но примерно треть этих больных уже пережила трёхлетний рубеж. Признаки биохимического рецидива мы на сегодняшний день зарегистрировали у трёх человек из этой группы, что составляет около 2%. Но надо сказать, что поскольку медианное наблюдение маленькое, конечно, мы понимаем, что рецидивы должны будут появиться. Мы считаем, что где-то в районе 90-95% будет выживаемость свободная от биохимического рецидива в этой группе. Осложнение, раннее осложнение – это козуистика. Мы практически с ними не встречались, если говорить, ну, за исключением обструктивных некоторых ситуаций. Надо сказать, что это всё были ранние больные, больные, которые вошли в первые 50 человек, и, вероятнее всего, это было связано с тем, что мы их не так тщательно отбирали, поскольку выраженные обструктивные нарушения являются противопоказанием к проведению лучевых методов лечения, в том числе высокодозной бракетерапии. Ну и осроченные осложнения, они тоже встречаются крайне редко, в основном со стороны мочевыводящих путей. Что касается вот прямой кишки, то, что не совсем типично для радиотерапии, мы, по сути дела, с этими осложнениями не встречаемся. Динамика IPSS, мы уже этот слайд показывали, она, в общем, понятная. Через 3-4 месяца всё возвращается на круги свои. В остром периоде некоторые дезурические явления, конечно, присутствуют. С точки зрения сохранения ракетильной функции, в 70% случаев мы в состоянии её сохранить у тех людей, у кого она есть на момент лечения. Ну и чтобы было понятно, что вот те данные, которые я показал, они никак не уникальны. Это, в общем, скорее правило, чем исключение. Это североамериканские и европейские данные, которые показывают, что у больных из группы промежуточного и низкого риска проведение высокодозной бракетерапии позволяет в большинстве случаев достигнуть надёжного контроля над заболеванием при минимальном количестве осложнений. Поэтому всё время идёт дискуссия. Но вот мы считаем, что в первую очередь, конечно, этот метод лечения показан именно молодым пациентам, потому что именно у этих пациентов есть что беречь. Ну и выводы, они очевидны. Особенно высокодозная бракетерапия является эффективным и безопасным методом лечения больных раком предстательной железы, в том числе из группы низкого и промежуточного риска. И высокая точность проведения дозы позволяет не только надёжно контролировать процесс, но и существенно снизить количество осложнений. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Николаевич.